Всем привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал. И первое, что я хотела бы вам сказать в начале видео, я хотела бы вас поблагодарить за ваши подписки, за ваши лайки, за ваши комментарии, в общем, за вашу активность. Спасибо вам большое, что вы активничаете. Сегодня я снимаю видео, которое я назову «Почему стоит иммигрировать в Польшу?». Это видео является видео-ответом на часто задаваемый вопрос «Почему стоит переехать в Польшу?». И знаете, вот сейчас, наверное, начнется множество комментариев с польской стороны, польских граждан, которые будут говорить «не надо к нам переезжать, ребят». Это абсолютно нормально, я считаю, естественный процесс иммиграции. Люди переезжают в разные страны, ищут лучшие жизни. И когда это дело касается, во случае Украины, нашей соседней страны, народа, с которым, в общем-то, у нас достаточно братские отношения, хотя многие это отрицают как украинцы, так и поляки, но когда это касается соседней страны, и когда это достаточно несложный процесс в плане адаптации, то очень многие выбирают путь иммиграции именно в Польшу, переезда на какое-то время. Поэтому, конечно, этот вопрос волнует многих, почему же стоит переехать в Польшу? Поэтому давайте с вами сегодня об этом поговорим. Итак, первая причина, которую я для себя выделила, Польша — член Евросоюза. Это, конечно, большой плюс, это не может не радовать. Переехать в Евросоюз, например, в ту же Испанию, в ту же Италию, в Германию и другие страны, это достаточно непросто. Польша в этом плане хороша тем, что вы вроде как и находитесь в Евросоюзе, вы имеете все права члена Евросоюза, вы находитесь в Еврозоне, можете ездить по Еврозоне, это, кстати, еще один плюс. И в то же время вы находитесь в соседней стране, так что это, конечно же, огромный-огромный плюс Польши. Второй плюс — в Польше стремительно развивается экономика. Это невозможно не заметить. Я сниму очки, да, потому что вроде как солнышко сейчас не светит мне в глаза. Так вот, это невозможно не заметить. Польша растет, развивается на глазах. Если раньше поляки ехали работать за границу, то теперь поляки возвращаются, чтобы работать в своей стране. Такая тенденция тоже существует. Более того, в Польше все больше и больше едут работать не только украинцы, едут работать и граждане других стран. Поэтому, конечно же, это уже видно, да, открываются заводы, открываются предприятия, рабочие места и так далее и тому подобное. То есть рост экономики в стране очевиден. И это, конечно же, плюс. Следующая причина для иммиграции в Польшу — это легкость ликвидизации. Как я уже сказала, в других странах, таких как Италия, Испания, Швеция, там Швейцария, можете брать какие угодно страны, да, Германия, все, что хотите, легализация в этих странах достаточно тяжелая, сложная. И легализоваться, ну, порой даже у многих и не получается. В Польше легализация не такая трудная, да, можно получить карту по быту, карту воевуды и так далее и тому подобное, просто потому, что вы работаете на территории этой страны определенный срок. Вот. Так что в плане легализации Польша просто дает все шансы, все карты вам в руки. Это ли не причина? Следующая причина — это уровень зарплат. Я бы делала эту причину, потому что, ну, как вы знаете, в нашей стране уровень зарплат не такой высокий. Хотя с каждым годом, я не буду говорить, что у нас все плохо, с каждым годом мы все-таки растем и развиваемся, но по сравнению с Польшей, конечно, мы еще достаточно слабенькие. Вот. И многие наши соотечественники едут работать в Польшу ради высоких зарплат. Ну, высоких по нашим меркам, да. То есть, допустим, если сравнивать в общем с Евросоюзом, то, конечно же, зарплаты в Польше понише. Соответственно, жители Польши едут работать в другие страны, чтобы иметь уровень зарплат еще выше. Почему я и говорю, что, как бы, иммиграция — это достаточно интересный процесс. Люди эмигрируют по разным странам, да, в поисках лучшей жизни. Так вот, вернемся к зарплатам. Зарплаты в Польше действительно растут. Единственный нюанс, который мне непонятен в плане зарплат в Польше, не то, что он мне непонятен, я понимаю отчасти, почему так происходит, но не в обиду сказано жителям Польши, но украинцы работают, например, на тех же заводах на абсолютно таких же условиях, пашут не меньше, а зарплату все равно получают там на пару злотых ниже в час. То есть, это, конечно, определенный минус, и это, ну, знаете, это может даже как-то не очень приятно, потому что пашем одинаково, получаем по-разному. Но все равно уровень зарплат достаточно высокий, и можно заработать. Поэтому, да, это тоже плюс. Плюс следующая причина и плюс для того, чтобы эмигрировать в Польшу, это простой язык. Ребят, слушайте, все, кто мне скажет, что польский язык сложный, я вам могу сказать, что польский язык сложный только в написании. То есть, в письме это действительно сложная драматика, польского языка очень сложная. Но те, кто знают украинский язык, ребят, это не сложный язык, и вы заговорите достаточно быстро. Конечно, кто не знает украинский, там вот украинский и белорусский, да, то тогда вы достаточно быстро выучите польский. Если, конечно, вы не владеете этими языками, вам польский покажется очень тяжелым. Но для граждан нашей страны, для граждан, если меня смотрят граждане Беларуси, ребят, это огромный плюс Польше, язык, да, потому что, например, я когда представляла себе переезд в Германию, я сразу думала, например, о языке, да, как я выучу немецкий. Я его никогда не выучу. Я не смогу выучить немецкий язык, потому что у меня просто не укладывается в голове, как я могу его выучить. То есть я, наверное, могу, вот, но у меня это вызывает какой-то ужас. Польский язык, конечно, не вызывает ужас, его достаточно, ну, несложно выучить. Я думаю, что это не заберет огромного количества времени. Следующая причина для того, чтобы уехать жить и работать в Польшу, это спокойствие в стране. Да, многие сейчас мне возразят и скажут, что криминогенная ситуация в Польше тоже не такая простая, но я вам скажу, что смотря с чем сравнивать. И очень многие, кстати, мне под видео пишут, что все там не так безоблачно. Естественно, ребята, я никогда не говорила, что где-то есть что-то безоблачное, везде сложно, но, знаете, вот я всегда говорю, смотря с чем сравнивать. То есть если мы сейчас будем сравнивать с уровнем криминогенности в странах постсоветского пространства, то сразу могу вам сказать, что в Польше такого криминала, конечно, нет. И я вам больше скажу, что, например, я не боялась ходить вечером по городу. У нас я стремлюсь всяческими путями добраться домой как можно раньше, чтобы по ночи нигде не ходить. Ну, в смысле, когда уже темно, там по ночи это и по ночи, когда уже 7 часов вечера, 8 часов вечера зимой, я стараюсь к такое время у нас не ходить одна. Вот, там мне не было страшно, и это тоже, я считаю, что это большой плюс. Спокойствие в стране, это всегда круто. Следующая причина — это доступность высшего образования. Ребят, очень многие сейчас едут учиться в Польшу. И остаются, естественно, там на какое-то время. Я не говорю, что, вот опять же, да, не словите меня на слове, что там на всю жизнь нужно оставаться. На какое-то время очень многие остаются после того, как получают образование. В Польше очень доступное высшее образование. Стоит оно иногда даже, не иногда, а чаще, дешевле, чем у нас. Очень многие хотят учиться в польских высах. И это тоже большой плюс, потому что это молодёжь, да, молодёжь — это наше будущее. Ребята едут учиться и имеют доступное, хорошее образование в другой стране. Это тоже большой плюс для того, чтобы переехать в Польшу, получить образование, получить какую-то профессию, вот, и поработать в перспективно развивающейся стране. Следующая причина — это работа. Я могу вам точно сказать, что, конечно, работы в Польше больше, чем в Украине. Это однозначно. В Польше вы можете пойти работать куда угодно, то есть заводы. У нас заводов очень мало. Ну, и даже если они есть, то почему-то я никогда, и справьте меня, кто это видел, никогда, допустим, не видела объявлений в газете, что на завод там требуются люди. И я не понимаю, почему так. То есть если у вас нет работы, вам срочно нужна работа, вам нужно работать, вам нужно зарабатывать деньги, это всегда можно сделать в Польше. Есть вакансии. Говорите мне, что там сейчас тоже... Да, там большая проблема в том плане, что наплыв людей большой, и, конечно же, тоже уменьшаются там предложения и так далее и тому подобное. Но работа есть всегда, и кто ищет, тот ее там всегда найдет. Я сейчас не говорю о работе там высококвалифицированной, я сейчас говорю о обычной работе для людей, у которых там нет профессии программиста, медика и так далее. А кто ищет просто заработок, да, тут всегда его там найдет. Это однозначно, поэтому это тоже жирный плюс для того, как поехать в Польшу. И последнее — это отношения к иностранцам. Здесь я могу поскорить сама с собой. Поляки достаточно своеобразные люди в плане отношения к людям, которые приезжают к ним работать, учиться и так далее. Они очень настороженно относятся к иностранцам, потому что, ну, знаете, как многие иностранцы пользуются доверием. Вот. Я на своем опыте встречала только одного человека, который, ну, как знаете, в семье не без урода. То есть я видела на своем опыте одного поляка, которого мне бы не хотелось видеть больше никогда. Но из того, с чем сталкивалась я, прекрасно нас принимали, прекрасно относились. Ну, я помню, когда мы уезжали, понимаете, там, чуть ли не до слез и до всего остального. То есть они видели, то есть опять, понимаете, тут еще зависит от того, как ты преподносишь себя. Они видели мое стремление выучиться с играми, видели мое стремление, там, научиться готовить что-то польское. Они видели стремление узнать про их культуру, узнать лица в их общество, да. То есть если люди это видят, то, естественно, они ведут себя по-другому к вам, они относятся к вам по-другому. Если вы приезжаете, ведете себя нагло, а я видела таких людей, которые приезжают, ведут себя не просто нагло, а супернагло, вот, которые там, вот вы мне там чуть ли не все это должны, которые велики прямо в этой стране, то, конечно, к вам будут относиться очень специфически. Я бы сказала, что ко многим относятся достаточно неприветливо. Это все зависит только от вас, но я ставлю это в плюсы, потому что мне кажется, что вообще польская нация достаточно приветливо относится к приезжим. Мое мнение готова послушать ваше. Это то, что для себя выделила я. Это те причины, которые для себя выделила я. Я думаю, что они достаточно весомые. Я рада послушать ваше мнение на этот счет. Спасибо, что посмотрели это видео. Если что-то со звуком, вы мне часто, вот я пока в этом видео-то скажу, что вы мне часто пишите, что звук немножко такой, да, хромает, я бы сказала. Ребята, я снимаю на улице, у меня пока нет петлички, я обязательно куплю петличку и буду снимать с микрофончиком. Ну, потерпите немножко, я обещаю, что все исправлю. Спасибо, что посмотрели это видео. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем самого хорошего, всем самого доброго. И пока.